Нарушители правил перевозки пассажиров, проще говоря, бомбилы, ездят без лицензии и разрешения, выданного в Краевом департаменте транспорта. Автомобили серых извозчиков без опознавательных знаков на бортах и крыше. В салоне, как правило, нет информации о водителях и тарифах. Специальное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров также должно храниться в салоне автомобиля. Пассажиры и уполномоченные лица вправе требовать от водителя их предъявить. Кроме того, машина такси должна быть оборудована специальным сигнальным фонарем и цветографическими схемами. У остановленного таксиста от фирмы «Сатурн» документов при себе не оказалось. На перевозку людей нужно специальное разрешение. У вас оно имеется? У фирмы имеется. Нет, там разрешение выдается на транспорт. Вы собственник. Разрешение выдается именно на конкретные автомобили. Это руководству можно позвонить, пускай они как-то решили, что они решили. Вам надо прозвонить и мы составим на вас протокольчик, что вы отчтете перевозку людей, пассажиров без разрешающих документов. Такое незаконное предпринимательство негативно сказывается на качестве обслуживания населения и на репутацию города. Вызывает массу нареканий со стороны жителей и гостей курорта. Хотелось бы обратиться к руководителям фирм «Такси» об усилении контроля с их стороны за тем транспортным средством, которое они привлекают на перевозку пассажиров. На таксистов-нарушителей сотрудники полиции составляют административный протокол. Автомобили арестовывают и увозят на специализированную штрафстоянку до вынесения решения судом, вплоть до конфискации транспортного средства. Продолжение следует...